ребят всем привет в этом видео я показываю рассказываю как мы делали витраж на кухню ко мне в окно что в общем смотрите это видео до конца и вы увидите что за красота невероятная получилось как выглядел весь процесс и что вообще такой витраж начнем с того что я сделала эскиз на обычной бумаге это было долго моя мама очень недолго мучила меня и говорила когда ты уже сделаешь нарисуешь в итоге почему-то я пришла к такой идее что я хочу рыбки японские вообще японская тема природа мне все так близко в общем я быстро сделала мы пришли в мастерскую выбирали стеклышки вот могу вам объяснить чем с чем же связан выбор невероятно просто ярких цветов и вообще колористика данной работы дело в том что с самого детства мне и вообще если так проследить то мои работы творческие они очень сильно зациклены на цветовой колористике где очень сильно предпочтение цветам ярким и насыщенным мне кажется это в принципе откликается в силе моего характера и того как я смотрю на мир наверно в общем приступим выбрав стеклышки мы отметили кусочки которые хотим вырезать вот мама сейчас сделала цветочек обозначила непонятный такой крестик чуть такое это вообще потом расскажу запомните это в общем специальным таким на женщин то есть приспособлением инструментом с польского языка мы порезали стеклышко потом поломали его и вот так сделали с каждым из элементов но бывает подровняем потом после этого все эти стеклышки мы сложили таких вообще трафаретов эскизов было два один на котором мы резали другой на которой мы все это выкладывали а такой цветочек мы сделали для того чтобы потом испечь и сделать более рельефная ему стеклышко вот так мы замудрили вот так мы придумывали вообще процесс очень релаксийный очень интересный режешь просто всей мощью своей руки как будто бы все ненависть можно вот и приходить и выпускать в этом деле и 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 так я студентка факультета живописи у меня кроме этого есть еще специальность по выбору и мой выбор пал на витраж и стену и живопись то есть фрески муралы ну и в общем это мне очень нравится этим я занимаюсь и надеюсь буду заниматься мне почему-то очень близки такие старые искусства старые техники мастеров в общем смотрите после того как мы обрезали все эти штучки стеклышки их нужно подровнять потому что чтобы красивенько все это выглядело у нас вместе после скрепления специальным окантовкой к прутикам железным вы поймете о чем речь если еще не понятно все стеклышки нужно обработать края чтобы между ними был примерно как толщиной фломастера такого толстенького было расстояние между ними чтобы мы потом могли искрить скрепите вот эти вот в рутики знаете как черные между стеклышками вот склеиваю ше их между собой чтобы у них было место между ними необходимо сделать такое расстояние между стеклами. Вот мы делаем хвостик. Выбираем стеклышки. Боже, какой кайф. Как я обожаю цвета, свет, спектрум вообще. Вы же знаете, что цвет это на самом деле просто длина волны. Я думаю, наверняка вы знаете. Это не видео новины и интересные факты. В общем, вот смотрите. Показываем вам, как выглядит до обработки. До того, как мы сделали между ними щели такие. Вот сама непосредственная обработка, шлифовка краев. Если честно, ну, куда девается это стекло? Оно залетает в глаза, просто тебе в шею. Оно, в общем, летит очень прикольно, классно. Поэтому обязательно нужно работать в специальной экипировке, специально еще в перчатках. Я не знаю, во всем, чем только можно, если вы любите себя. После, как мы все это сделали, мы, конечно, протерли, потому что подается вода при шлифовке. Ну, и вот так у нас красивенько сделана деталь. Ну, и понятное дело, мы так все отшлифовали, конечно же, всю эту рыбку, хвостик, все детальки. Потом сложили, любовались. Ну, и вот непосредственно вернемся к тому цветочку, который мы хотели сделать рельефным. Используется специальная техника, секрет которой остаются секретом фирмы, но вообще таких техник и разновидностей, чего можно сделать со стеклом, просто невероятное количество. Поэтому стекло это огромное пространство для реализации творчества. Это не так, что просто стекло, бутылка, да, нет. Это как раз-таки эко-материал, который, ну, просто там не будет остатков, не будет материалов, которые у вас просто выбросятся, понимаете? Все стекло может потратиться в правильное направление. То есть не может быть такого, что будет стекло просто выброшено. Все можно сделать из стекла, много чего придумать. То есть у вас не останется стекло, которое вы не сможете использовать. Безрасходный материал. Это же просто счастье для художника. На одном из таких стеклышек я сделала свои инициалы АТ Анастасия Туркевич. Кроме этого все стекла после того, как мы их с вами отшлифовали, мы сделали вот такую обклейку что-то типа медной окантовки для того, чтобы потом спаять их между собой. Тоже очень релаксивный, приятный процесс. Вообще просто тут что не действие, это какой-то кайф, удовольствие и вообще шикарно. А по итогу какая красота получается. Ну просто налюбоваться невозможно. И самый кайф витража, вот вы когда-нибудь замечали, в костелах падает свет солнечный и вся поверхность, на которую падает свет, она обрамляется, она освещается этим цветом. Как же это красиво. Вот, казалось бы, с улицы идешь, какое-то цветное стекло. Ну и ладно. Но как только ты попадаешь внутрь, ты получаешь эту силу света, потому что ты внутри, там темно и свет падает. Даже если вы неверующий или костелы вам, ну то есть это как-то вы их проходили мимо и вы вдруг будете идти и увидите, обязательно заходите. Это часть искусства, это часть культуры, часть истории. Ну вот так в общем мы обрамили все, окантовали и если есть такие слова и начинаем паять. Проклеиваем специальной какой-то штукой без понятия какой. Это видео не обучение, это вот просто вообще ребят, это делали не профессионалы, это делала я, моя мама. Вот благодаря конечно же специальной мастерской, при мастерской точнее. Вот так мы спаиваем все эти детальки между собой, сначала одну сторону, сначала маленькие кусочки между собой, потом все. У меня процесс вообще кайфовый, ребят. Просто. Все в одной стороне, вот тут ровняем и затем переворачиваем и паяем другую сторону. стекла. Ну и вот конечно же главная рамка данного стекла. Вот здесь мастер делает ровные края, чтобы можно было вставить настоящий прут. Прут? прутик. О, знаете, я в Париже видела таких рыбок, а еще в японском парке во вросле. Мне кажется, вообще это популярные рыбы какие-то. Ну, то есть специально, чтобы их закидывали вот так вставляли. Если честно, это было сложно. Я этим не занималась. Это вставили без меня, потому что я вообще вздыхлик. Ну и закрепляли опять той же самой техникой, ничего нового. Все очень просто. Паяльником. Ну, не кормить. Ну и вот мы помыли витаж. Мне нравится, что я комментирую и так то, что видно. Почистили. и сейчас ни за что не догадайтесь, что мы будем делать. Мы будем окислять вот эту вот серебряную спайку. Вот у нас наша модель подготовилась. Мама, привет. и вот мы начали красить. У нас цвет. Мы решили поэкспериментировать, почему бы нет. С одной стороны был какой-то типа оранжевый, рыжий, с другой стороны черный. Как видите, мы все это мы снова помыли, почистили. Вот так это выглядит среди. Вот эти рельефные это с цветочками. Я обожаю цветы. После того, как мы это спаяли, то оно выглядит, конечно, как будто вода. ну кайф. Посмотрите, какая красота. А когда солнце там, ну это просто невероятно. Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно было интересным, кайфовым. Если у вас будет возможность, не забывайте про старинное искусство. Ходите, развивайтесь, созидайте прекрасное. Субтитры сделал DimaTorzok